Те, кто не присутствовал на чемпионате Европы в Роттедаме в этом году, можете подлюбоваться на ваших экранах Шарлотта Дюжардин на Валлегра. Звезда, восходящая звезда английской выездки, которую составили сборной команды... Красота какая! Необыкновенно хорошая. В Великобритании, да, поимела золотую командную медаль фестиваляного чемпионата. Да, все-таки вот сделать так, чтобы лошадь под всадником такие красивые движения показывала, гармоничные, это большое искусство, колоссальное просто искусство, потому что для каждой лошади нужно найти равновесие свое, великолепный совершенно пиафе, в прекрасной рамке. Ну, и на самом деле-то вот эта лошадь уже к своему достаточно юному для гран-при, да, возрасту, 9 годам, очень прилично едет. Отец этой замечательной лошади прославим его Негро и принадлежит Валлегра к пароде лошадей, которые лидируют в том же рейтинге Всемирной Федерации спортивных стутбуков в голландской теплокровной пароде, который вот уже многие годы возглавляет этот войсковый рейтинг. И благодаря вот таким выступлениям таких замечательных жидей, как Жерих Партиваль, Сен-Джаза под седлом Аделинда Корниельсен, Вотер Мелк Скандик под Патриком Киталем из Швеции и Экскюз на один под седлом Ханса Питера Мендер Хунда из Голландии. Я просто любуюсь картинкой, потому что такие легкие движения, свободные, в полном равновесии, в полной гармонии со всадником. Действительно великолепно, великолепная картина. Очень мягкие переходы, видите, мягкие, незаметные для зрителей и даже для судей. Прекрасно акцентирована барабанщиками пиапа. Это помогает, безусловно, всаднику соблюдается ритм, лошадь тоже прекрасно слышит музыкальное сопровождение. Надо сказать, что судья на букве С, по главной линии, собственно, центральной, в которой находится, доктор Дитер Шули, из Германии, очень опытный судья, который входит в число немногочисленных судей категории 5 звезд, официальных судей. Он поставил в тесте Гран-при самое высокое процентное число 83,617 тысячных вот этой замечательной английской паре. Ну, действительно, они достаточно отличаются. Мы просто видим, как бы, даже по сравнению с Местралем, вот мне, конечно, эта лошадь нам больше нравится, безусловно. И, собственно говоря, и рамка ее, да, но я согласна полностью, да. Ну, нельзя, конечно, не сказать, что очень здесь не хватает Парсеваля с его Петром Ильичом Чайковским, с восхитительной музыкой из балета «Щелкунчик», именно благодаря этой композиции и финале Кубка мира этого года в Лейпциге. И вот в Лондоне здесь в прошлом сезоне эта голландская пара чудесным образом выступила и выиграла, конечно. Ну, вы знаете, такие кюры, есть кюры и есть кюры. И вот такие кюры, как у Персеваля, как у Анки Ван Грюнсвин, как у Эдварда Галланда Тилуси, такие кюры – это шедевры, шедевры мировые, просто мировые шедевры. И создать танец под музыку, вот, например, как вот сейчас сделала Аделинда Корнелисон на Парсевале под музыку Чайковского, такой кюр создать непросто, он вынашивается несколько лет. Это не просто так вот его взять и сделать, понимаете, сама идея, так сказать, и вот ее воплощение. Я думаю, что у Дю Джордин, у Шарлотты, это еще впереди. Просто они, конечно, только начали, в общем-то, выступать, ну, что, собственно, два года мы их знаем, да? Ну, буквально они вышли, так сказать, на мировую арену. Шарлотту даже меньше. Даже меньше, в общем. Поэтому это все еще впереди, а это, ну, так, на обыкновенный кюр, так сказать, как все. Ну, будем надеяться, что у Валлегра ожидает восхитительная судьба. Напомним, ну, если проводить, да, параллели, то и Татилос впервые показался на международной публике в 9-летнем возрасте и сразу установил рекорд, тогда он выступал в Хигстаде, затем последовала целая череда мировых рекордов. А в таком консервативном искусстве, как выездка, в общем-то, мировые рекорды, в общем-то, неуместны. Но, действительно, так судьи были, конечно, восхищены природным импульсом и харизмой этого выдающегося жеребца, сына Грибанди и внука Касталари. Но вы еще не сбрасываете со счетов Эдварда Гала, потому что Дюджи Ардин – это совершенно молодая всадница. А Эдвард Гал – человек, который сам работает лошадей, сам их готовит. И он сам сделал Татилоса, сам его воспитал, сам сделал. Поэтому, конечно, я даже, так сказать, просто сравнивать не могу в данном случае. Эда – молодая всадница, очень, так сказать, талантливая, лошадь великолепная. Но я думаю, что у них все впереди. Они показывают великолепный результат. Ну, лошадь, по крайней мере, очень обаятельная, гармоничная, наполненная такая, да, ее видом манижи, прекрасная мать, восхитительная. В общем, жизнь удалась. Ну, будем ждать, будем ждать, что-то оставить. Ну, она сделала ошибку в Менке-ног в один темп. Кто не ошибается, в Менке-ног Татьяну в один темп. Это обычная история. И Татилос ошибался, кстати. И Татилос ошибался. Ну, прибавленный галоп, очень динамичный. А, в принципе, лошадь, конечно, здорово сделана. И вот эта, кстати, степень сложности будет, видимо, отнесена все-таки, да, прибавленный галоп с переходом в пироид. Это ультра-силемент. Конечно, конечно. Он не просто красивый, но он очень-очень сложный. Лошадь вся в воздухе. Вот ошибка была. Ну, что делать? Ну, может, он куда посмотрел, понимаете? Ведь тут тоже он живой. Вот. Вот.